Губернатор Ямала Дмитрий Артихов объявил 2022 год в регионе годом экологии. В Губкинском активно поддерживаются экологические инициативы, проводятся субботники. С каждым месяцем на улицах становится чище и уютнее. Но несмотря на это, некоторые горожане однозначно идут против правил. Мало того, что гуляют по сути по строительной площадке, Никольский сквер активно благоустраивается, так еще и откровенно пакостят, складируя мусор. В целом город чистый, да, но в некоторых местах определенных. Возможно, это зависит от общества. Ну, лично я в прошлом году наблюдала. Просто люди выпивают, они напиваются до такой степени, что они просто за собой не собирают. Это вот лично у нашего дома такое было там. То есть дети, дети тоже поставляют все. Город наш чистый, я в тех местах не гуляю, поэтому не знаю, грязно там или нет. А так я восхищаюсь нашим городом, везде чисто. В моем микрорайоне чисто. Все дело в том, что наше воспитание исходит из семьи. Значит, ребенка просто в семье не научили, как нужно себя вести, где не стоит кидать мусор, где его наоборот стоит перебрать. Очень жалко, конечно, что современное поколение не знает каких-то элементарных правил приличия. Но будем надеяться, что все-таки у нас и в школах, и в семьях будет хорошая пропаганда, тем более год экологии. В принципе, город, да, чистый. Просто очень много подростков, которые там отдыхают и после себя не убирают. А как вы считаете, вот что нужно сделать, как побороться вот с этим, чтобы подростки не мусорили вот в Никольском сквере? Может, провести какие-то акции и их приглашать, чтобы они тоже участвовали в этом. Тогда, может, не перестанут. Подводя итог, остается только напомнить, что чисто не там, где убираются, а там, где не мусорят.